От пациента. Проблемы начались полгода назад. Проблемы со стулом, частые поносы, запоры, слизь, постоянная тошнота с приступами очень сильной тошноты, умеренные боли в животе. Сначала поставил один врач болезнь Крона. В больнице диагноз отменили и поставили сырка. Из вне кишечных симптомов, боли в спине, боли в глазах, красные глаза, автозный стоматит, эритемы на коже. Консультативное заключение по представленным катетомограммам пациента 21 года. Дата исследования, 12 октября 2020 года. Область, исследование, энтерография, спироральным и внутривенным болюсным контрастированием. Полный текст заключения в блоге мрткцапп.ру слэш блог. HTML. Заключение, КТ-картина отека слизистой оболочки дистальных отделов подвздошной кишки, полнокровие ее брызжейки, более вероятно, болезнь Крона. Рекомендована консультация гастроэнтеролога. Ассистент кафедры кандидат медицинских наук КОТОВ Максим Анатольевич. Комментарии врача-рентгенолога. Буду краток. По данным КТ у вас все же болезнь Крона. Но тут нужно понимать, что на КТ мы видим только косвенные признаки болезни. Отек и полнокровие слизистой оболочки, кишки и артерии ее брызжейки, сужение ее просвета. Поражен участок, наиболее характерный для болезни Крона. Возраст также подходит. Эндоскопию лучше делать сейчас, пока есть признаки обострения. Болезнь Крона – это гранулематозное воспаление различных отделов пищеварительного тракта, характеризующиеся хроническим рецеидивирующим и прогрессирующим течением. Болезнь Крона сопровождается абдоминальными болями, диареей, кишечными кровотечениями. Первые признаки болезни, первый приступ, как правило, возникают в молодом возрасте, у лиц 15-35 лет. Патологии встречаются одинаково часто как у мужчин, так и у женщин. Симптомы болезни Крона. Боль в животе. Диарея, часто сопровождаемую болями при дефекации. Примеси крови и слизи в кале. Часто наблюдаются. Равно общее недомогание. Равно потеря аппетита. Равно похудение. Постоянные или ночные поносы. Ночная потливость. Кишечная непроходимость. Лихорадка. Возможные причины болезни Крона. Генетическая предрасположенность. Курение. Склонность к аллергиям и аутоиммунным реакциям. Злоупотребление алкоголем и фармпрепаратами. Экологические факторы. Осложнение болезни Крона. Изъязвление слизистой. Прободение кишечной стенки кровотечения. Выход каловых масс в брюшную полость. Рак толстой кишки. Развитие свящей в соседние органы, брюшную полость на поверхность кожи. Развитие абсцессов в стенке кишечника, просветах свящей. Похудание вплоть до истощения, нарушение обмена вследствие недостаточности всасывания питательных веществ. Анальная трещина. Дисбактериоз. Гиповитаминоза. Диагностика болезни Крона. Компьютерная томография позволяет увидеть свящие абсцессы. Колоноскопия дает представление о состоянии слизистой, наличии воспаленных участков, эрозии, изъязвлении стенки кишечника, и взять биопсию при необходимости. Рентгенография кишечника с барьевой смесью. Общий анализ крови, в котором отмечаются воспалительные изменения, возможно анемия, как следствие регулярных внутренних кровотечений. Копрограмма. Исследование Кала на скрытую кровь. Капсульная эндоскопия пищеварительного тракта при помощи капсулы с мини-видеокамерой и передатчиком. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok